Хлеб сопровождает человечество в течение всей его известной истории. Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 30 тысяч лет со следами раздавленных зерен пшеницы. То есть этими камнями, возможно, пытались изготовить древнюю муку. А 3000 лет назад простой египтянин мог купить выпечку в палатках на деревенских улицах. Так же, как современный городской житель сегодня забегает в ларек по пути домой. В сравнении с древностью сейчас огромный выбор хлебобулочных изделий, во многом благодаря французской кухне. Европейский подход к производству хлеба ныне активно перенимают и в Украине. Я занимаюсь хлебом, если так лаконично, но в целом я занимаюсь обучением, а также производством хлебобулочных изделий, в которые входят хлеб, входят слойка. Направление само это европейское. Денис Суховий смог научиться всему и стать шеф-пекарем на собственном производстве благодаря открытости более опытных профессионалов. Поэтому он отвергает такие понятия, как цеховые секреты или секретный ингредиент. И хочет увлечь искусством выпечки как можно больше заинтересованных украинцев. То есть то, что мы делаем в производстве, мы это показываем другим людям. В этом наша тоже особенность. Мы не прячем секреты, мы учим других людей делать то же самое. Советские стереотипы украинцев о хлебе – одна из главных проблем, с которой столкнулся Денис. Производством занимались большие заводы. В приоритете было не качество, а количество продукта. К тому же в условиях дефицита несколько поколений украинцев привыкли, что главное не купить хороший хлеб, а купить хоть какой-нибудь хлеб. Ну, изначально я работал около трех лет на хлебозаводе, самом обычном банальном хлебозаводе в глубинке, где-то в Черкасской области. Ничем не примечательный и опыт, которого мне не пригодился вообще в жизни никогда. Ну, представьте, это огромезная махина, в которой ты всего лишь оператор производственной печи. В итоге Денис ушел с завода и устроился во французскую пекарню в Киеве. Здесь, наконец, научился делать настоящий хлеб и впоследствии открыл свою пекарню, для которой разработал собственные рецепты. Сегодня Денис выпекает хлеб компань. Проще говоря, французский деревенский хлеб. То есть, помимо пшеничной муки, в нем еще 10% ржаной. Также вода, соль, дрожжи и закваска. И никаких добавок, вроде ускорителей ферментации. Это означает, что дрожжи будут бродить около шести дней перед тем, как Денис возьмет их в работу. На хлебокомбинате столько ждать никто не будет. Все эти ингредиенты, они самые простые. И сложнее всего сделать простое, но сделать его хорошо. На изготовление одной партии хлеба уходят сутки. Зато, по сравнению с фабричным продуктом, это небо и земля. Тонкостями ремесла Денис охотно делится с участниками мастер-классов. Люди приходят, они меняют профессии, какие-то безжизненные или те, которые им просто не нравятся, на хлеб. Вот они хотят стоять на ногах, они хотят делать хлеб, они хотят работать ночью, днем, они хотят вот эти все тяготы. Для них это романтика и некогда некоторые из них даже продолжают дальше. Денис Суховий стремится распространять знания о современном хлебе, чтобы создать новую конкурентную среду пекарей в Украине. Еще молодой шеф-пекарь надеется, что украинцы в итоге поймут – по-настоящему качественный продукт не может быть очень дешевым. И поддержат новое поколение производителей.